и снова привет зрителям я тут маленький обзор такой легкой бытовухие еды какие-то вещи ну как бы без них можно прожить но вот я не в курсе есть у меня черный чай а я тут кое-что заказывала на озоне увидела не то чтобы рекомендованных может и рекомендованных честно не помню но гита была 29 рублей 100 граммовый черный чай ну 29 рублей 100 граммовый черный чай и 50 рублей 200 граммовый черный чай гита индийский чай гранулированный 200 грамм я раньше такой чай покупала эту гитузиту вот такие дешевые обычные чаи когда дело себе масалу но этот индийский чай там иногда вот легкий вариант такой гвоздичка перчик кружочком делала из него такой как бы чефирчик с сахаром бодяжила когда голова болело потом я про этот рецепт совершенно забыла а сейчас тут что-то как бы на у меня все это вроде как даже есть и гвоздичка перец кружочками и что-то еще и даже молотый кардамол благодаря кукпеду как специя к сладкому и как бы я тупо не помню если у меня черный чай там совсем чуть-чуть вот в деревянном сундучке чайном осталось а если он еще где-то этот черный чай именно просто черный без всяких там день хунов и так далее но такой что вот можно заварить и крепкий сладкий сделать и он будет ну как бы вкусно и бодряще поэтому я вот купила где-то 50 рублей 200 грамм черный гранулированный 2 чайные ложки на чайник 5-10 минут ждать и 100 грамм процентов этой 100 граммовой сто процентов 100 градусные короче кипящей водой заливать сейчас подхожу коробочку как бы я ее схомячила с чаем я понимаю что коробочку можно бы обозреть пустыми коробочками еды которые все никак не соберусь обозреть у меня их там уже пакета 3 накопилось а честно попытаюсь на следующей неделе ну учитывая что возможно этот ролик я смонтирую уже на следующей неделе за следующей неделе постараюсь хотя бы часть обозреть до того как я свалю в деревню на пмж даже если это будет недельная пмж в мае так мяч утру качества я была почешется к себе короче я тут на вот таких коробочках покупала пастилу своим близким родственникам и так далее на 8 марту а тут что-то себе решила купить потому что как бы я сначала себе покупала с вишенкой потом получилось так что надо было подарок еще кому-то уж не помню но я решила что пусть будет пастила себе куплю потом 128 рублей на вальсберис она стоит я сейчас даже наверно скажу этот номер ее тут 200 грамм я с чаем за ужином схомячила грузись покупки пастила в общем артикул 84 06 89 6 наверно отсвечивает не настолько увидится ну потом ссылку еще в инфобоксе скинул кстати да и сейчас она 128 рублей стоит мы тут грызем коробочку в общем как я поняла что по сути это вот как бисквитик думаю даже как-нибудь попробовать сбить белки с сахаром и пюре какое-нибудь яблочное или фруктовое какой-нибудь другой пюре ну наверное все таки яблочное если фруктовое то каким-нибудь спектином там и запечь посмотреть что будет хотя как я тут поняла некоторые хлебушки лучше делать конкретно по рецепту у меня был такой хороший рецепт на пачке как почти заварной хлебушек а тут были семена такие всякие разные семечки я зафигачила в это тесто думаю у меня будет хлебушек черный с семечками но видимо надо было какой-то отдельный рецепт делать у меня нифига не пропеклось где надо курочка все так хорошо пропеклось а ну вот ты куда лезешь вообще хулиганка мелкая вот сейчас патрулью этих любителей пообсуждать меня у меня тут родственника близкая подружка короче близкие люди меня спрашивают типа лёля нахрен ты кошку завела игру мышей в деревне ловить не мускушка весело чё вот эту губочку я ее видела как-то меня вальберис подкинул какая-то типа японская губка которая отмывает очень хорошо такие всякие кастрюли и чайники металлические без использования средства для мытья посуды вот такая малюсенькая вообще 106 рублей стоило экструкция по применению губка для мытья посуды спонжи файн состав керамическое покрытие губка полиэстер эластичная резина шоу годности не ограничен способ применения губку намочить теплой водой очищать легкими движениями до удаления загрязнения страна производитель япония тут такая вот супа 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 суп пон дзи без а вот вот оси я короче спонжах говорит она прыгаем бегаем эй телефон не надо мой трогать он дорог мне как память 15 косарям пока сюда люди кто пользовался такой губкой если пользовались дайте знать в комментариях ваше мнение я сегодня хотела пропылесосить но я припёрлась сада помыть посуду может быть завтра уже помою посуду смысле вот и с этой штукой не надо трогать эту сумочку что ты за человек такой кошка смысле а потом я зашла короче сегодня после базы озон зашла как раз вот нужные вещи зашла не помню зачем но увидела а там всегда они как-то по штучно увидела такую маленькую силиконовую формочку форма для выпечки силиконовая три цвета 13 на 6 сантиметров 52 рубля ну чё я не могла пройти мимо хлебушек какой-нибудь я тут делала по тому рецепту в которой потом семечек после зафигачила хлебушки черные в алюминиевых маленьких таких прямоугольных ну примерно как такая только чуть пониже наверно прямоугольных формочка а тут подумала что можно круглую такую булочку сделать мы забрались на кровать на спортивный костюм который там лежит слушайте такой плотный силикончик на жопке ну бывает такой как бы такой тоненький силикончик а тут довольно плотный на люля это мучить штучку 52 рубля удовольствие я вообще что-то тащусь от этих силиконовых формочек кошку я периодически называю тишкой по умолчанию иногда это бываю какие назвала и вспоминаю ну как-то звать как-то обозвала именем своей племянницы алиска иди сюда иди сюда а ну да я тут высоко иди тогда там так в общем короче у меня такой обзор слегка бытовушной еды был и и сейчас я запишу и шоу ты на взор технический крыш спасибо зритель за просмотр пока не забудь поставить палец к верху